Девушки отдыхают Герой должен заинтересовать собой девушек. Если вам понравится одной из них, она остановит занавес. Но если парень зацепит сразу несколько девушек, то тогда уже он будет делать свой выбор. Давайте познакомимся с нашими героинями. Лена, 21 год, студентка. Любит танцы гоу-гоу. В прошлом встречалась только с байкерами. Хочу отвязного бэтбоя. Люда, 22 года, студентка. Любит фотографировать. Переехала в другой город ради любви. Хочу обаяшку. Юля, 18 лет, студентка. Любит спорт. Под куполом цирка летала на трапеции без страховки. Ищу творческого качка. Марина, 18 лет, студентка. Любит спорт. Выпила 9 рюмок текилы и сделала тату. Попробуй рассмешить меня. Юля, 21 год, студентка. Любит танцевать. Дружила с бабушкой бывшего парня. Хочу безбашенного романтика. Привет, девчонки. Меня зовут Сергей. Мне 25 лет. Я экстремальный парень. Люблю спорт. Также катаюсь на мотоцикле. Бесстрашный ледовый воин. Знаю английский язык. И буду готов защищать вас и на льду, и на дороге, и в жизни. Никогда не дам в обиду. Никогда не буду унывать. И вообще я позитивный человек. Поэтому люблю жизнь. Не курю, что тоже главное. Не пью сильно. Также просто веселый, хороший парень. Вы тоже все очень красивые. И что еще мне сказать? Изброси свою позитивность. Там, анекдот расскажи. Там, станцуй. Станцуй. На коньках. Ну, я боюсь, помну паркет. Я бы с удовольствием как. Ну, шутку расскажи какую. Шутку? Я серьезный воин. Не люблю шутить. А ты скажешь кто-то по профессии? Чем ты занимаешься? По профессии я воин. Ну, серьезно. Я защитник, это серьезно. Защищаю родину. И кого ты каждый день защищаешь? Каждый день простых жителей нашего мегаполиса Москвы. Например, мне нравится образованный мужчина. Я у меня... Ты закончил школу, и что ты делал? НОД служил дальше? Закончил институт Московский государственный логистический университет имени Морис Тереза. Вот ты пришел с Питбуллем. А что он обозначает? Я знаю, что он... Обозначает это команда моя, где я раньше играл. ЦСКА? Нет. Это... ЦСКА там звезда вообще-то. Звезда. Ты не мой типаж, мне нужен более отвязный парень. Так что свободен. Я буду говорить честно, что мне нравится младшая, и типаж вообще совершенно не мой. Ты понимаешь то, что у тебя в жизни были парни намного лучше, и ты хочешь тоже хоть что-то из себя такого представляющего. Слишком простой. Ну, слишком простой. Вот он стоял, я вообще не видела в него какое-то желание, какое-то искрение. Он стоял, смотрел туда, куда-то. Он не рассматривал девушек, которые сидят перед ними. Он просто вот то в пол посмотрит, то назад посмотрит, то еще куда-то посмотрит. Глаза куда-то ходят все время. Нет, здесь я не согласна, что действительно парень старался в этот раз. А чем он старался? Нет, я понимаю, что он пытался предложение как-то связывать между собой, потому что у хоккеистов в принципе немного тяжко за головой. Но за минуту он успел рассказать о всех своих интересах, что ему от жизни надо и так далее. Если он за минуту успел рассказать о всех своих интересах, значит эти интересы ничего не стоят. Дешевые сучки не выбрали настоящего воина. Привет. Я Костя. Я, в принципе, так и себе. Что могу сказать? С образованием хорошим. Не пью, не курю за здоровый образ жизни. Занимаюсь спортом. Не особо, но занимаюсь. Вот. Ну что могу сказать? Выбирайте. Я могу еще просто сказать. Бежимый картаск сидеть могу вот так вот. Так что все нормально у меня. Парень без мата не может связать двух слов просто. Для меня такой человек не подходит, потому что я хочу себе образованного молодого человека, с которым мне будет не стыдно пойти куда-то в люди, а не который будет сидеть перед моими друзьями и меня позорить. Мне понравилась такая некая самоирония. Ну, я просто учусь на филологическом факультете и тоже очень скептически отношусь к употреблению мата. Ну, что с меня взять? Привет, девчонки. Меня зовут Митя. Мне 22 года. Мой рост 177 сантиметров. Вешу я 78 килограмм. Я закончил в этом году первый вуз на экономиста. В настоящий момент учусь на втором на инженера-строителя. Жизнь свою я хочу связать со стройкой. Знаете, строить дома – это, мне кажется, мужская стихия. У тебя есть вопросы ко мне? Да, есть вопросы? Задавай, я слушаю. Ты сейчас заканчиваешь на строителя. А именно какой факультет? Факультет ПГС. Факультет промышленного и гражданского строительства. Расскажи, о какой девушке ты бы мечтал? Ну, девушка, в моем понятии, идеал – это, прежде всего, общительная. Потому что я люблю общительных женщин. Дело в том, что для меня внешность, конечно, она имеет приоритеты, но она не на первом месте. Женщиной должно быть о чем поговорить, собственно. Во-вторых, она должна быть веселая. Она должна быть куклой, да? Она не должна быть куклой. Она не должна быть куклой. В этом мы сходим все с тобой мнениями. Замечательно. Но ты считаешь, что ты не кукла? А ты считаешь, что я кукла? Честно, да. Это, может быть, отличает меня в общении с другими по большому счету. Потому что я всегда стараюсь говорить чисто то, что вот я чувствую к человеку в данный момент, и не стараться вырать ему. У тебя очень сексуальные губы. Тебе нравятся? Да, мне очень нравятся. Эти губы ценили многие девушки. Слушай, я вижу леденец у тебя в руках, он тебе зачем? Да, это леденец. Я был подготовлен. На самом деле, в общении с девушкой я люблю, собственно, делать иногда оригинальные подарки. Я сторонник того, что главное не ценность, хотя тоже это приоритет, но главное – внимание. Поэтому девушке, которая уйдет сегодня со мной, я подарю вот этот леденец. Он очень вкусный, апельсиновый. Это подкуп? Это не подкуп, это знак внимания. Я пойду с тобой на свидание ради того, чтобы поцеловать твои пухлые страстные губки. Они меня не оставляют в покое. Мне кажется, я смогу тебя заинтересовать не только страстным сексом, но и тем, что я увлекаюсь поэзией. И достаточно творческий человек. Я смогу читать тебе стихи, мы сможем учить их вместе. Девчонки, для того, чтобы выяснить, кто сегодня оближет мой леденец, я задам тебе и тебе такие мои скромные вопросы. Что ты приготовишь любимому мужчине на завтра? Либо блинчики, либо сырники с шоколадом. А ты? А я горячий кофе в постель и страстный секс. Ты знаешь, я очень хорошо подумал именно над твоим ответом. Я люблю блинчики, и я обожаю просто поэзию, и поэтому я выберу тебя. С одной стороны образ такого мальчика-зайчика, ботаника, а с другой стороны брутального самца. Я ничего не поняла, кто он такой. У меня было образа мальчика-зайчика, если ты думаешь, что очки дополняет. Очки образования. Я тоже ношу очки. И что, из-за этого я похожа на ботаничку? Я говорю про то, что он говорит о том, что мне нужна девушка высокоинтеллектуальная, с которой я могу поговорить, с которой то да все. И в то же время он сразу же начинает тему про леденец. Будешь ли ты лизать его сегодня ночью? Я не поняла. Пара очень необычная и странная, и он выбрал именно другую Юлю из-за того, что он хотел как-то эпатировать нас всех оставшихся. То есть слишком нестандартный молодой человек, я привыкла, что у мужчины как-то присутствует логика. Я расстроилась, я действительно расстроилась. Мальчик очень хороший, он шутит, он завлекает собой, он действительно даже симпатичный по сравнению со всеми остальными. Но просто он, видимо, вставил себе в позицию, что он хочет прийти и выбрать себе девочку, чтобы пахаться сегодня, и все. Видимо, он подумал, что для меня слишком много нужно будет сделать, чтобы со мной переспать. На самом деле Юля последним ответом пробила себе парня, потому что страстный секс, какой нормальный человек от этого откажется с утра. Вот и все. Надо было кексом твоим там с шоколадом прибавить еще секс с утра. И он был твой. Ты когда-нибудь занималась сексом с утра? Да. Мне секс с утра не нравится. Ну, мне тоже, но приходится. Лера, 20 лет, модель, любит танцы. Нас прособлазнила банкира. Ей нужен клевый рыпачок. Ну что, девчонки, пора ссаться кипятком? Привет, девчонки. Я Миша Барабанчик, группа КВТ. Я все же не посвящаю к музыке и, собственно говоря, живой музыкой. А вот. И все с собой время опять-таки посвящаю к музыке, собственно говоря. Ты хочешь меня что-то спросить? Да. И чем ты еще, кроме музыки, занимаешься? Или только музыкой? Ну, в основном только музыкой. Музыка, звук, режиссура, и то есть все, что я делаю с музыкой, собственно говоря. То есть ты любишь жестко долбить? Да. Очень жестко. Ты долбишь каждое утро? Нет. Каждый день, каждый вечер? Каждый вечер скорее. Соседние жалуются? А я не дома долблю. У тебя пирсинг где-нибудь еще есть? Кроме... Ну, только язык, ба. А татуировки? Не собираешься? Пока нет. Пока нет? Все-таки идеи есть. Ну, задумки есть, но пока не собираюсь. А сколько тебе лет? Двадцать шесть. А ты никогда не думал сделать пирсинг на интимном месте каком-нибудь? У меня там так все хорошо, но так как не может. Я пойду с тобой на свидание, и ты научишь меня музыке. Давай. Миша не врут, потому что он постоянно мямлил, что-то говорил неясно, непонятно. Пара получилась, конечно, красавица и чудовище, как в мультике. Ну, в принципе, не подходят друг другу. На самом деле, на свидание-то она с ним пойдет, но вот насчет того, что подолбит ли она по барабанам, я не уверена. Она уснет за первые пять минут от его бом-бом-бом-бом. Ну, желаем удачи, чтобы они долбили вместе по вечерам в барабаны, имеется в виду. Очень странная парочка, думаю, они друг друга обогатят чем-то. Настя, 24 года, диджей, любит фотоискусство. Во снах часто дерется с Человеком-пауком. Хочу топ-менеджера. Проснитесь, девочки, пришла настоящая леди. Привет всем. Меня зовут Лат, мне 22 года, я работаю барменом. Да, очень прикольное занятие у тебя. Скажи, ты сам много пьешь? Сам? Ну, когда как, это зависит по настроению. Ты считаешь себя скромным парнем? Многие, кто со мной отдыхал, могут сказать, кто я есть на самом деле. В плане никто не жаловался, то есть всем весело. И вот я любой девушке из вас могу предложить незабываемый отдых в любом клубе Москвы с ограничением Садового кольца. Ты мне очень понравился. Ты очень сексуальный молодой человек, у тебя просто потрясающая улыбка, красивые глаза. И я бы хотела пойти с тобой на свидание. Ты прикольный парень, но мне кажется, тебе не хватает целеустремленности. Поэтому свободен. О, конкурентов нет. Я пошла на свидание. Пара порадовала. Я представляю же, как он ее страстно делает на барной стойке. Я думаю, что у них получится. Отлично отожгли ребята. Вообще удачи ему, здоровья. Я думаю, что он ее будет в два раза складывать, потому что он как-то немножко не вышел ростом. Я, например, удивилась, что она вышла, потому что на самом деле он сначала зашел, весь такой в эмоциях, я такой раз такой, а потом вот потихонечку сник. И наоборот, в принципе, если бы вначале мы кнопки нажали, я бы не удивилась на то, что она в конце его выбрала. Вот это для меня было удивительно. Вероника. 24 года. Стюардесса. Пишет стихи. На первом свидании каталась на БТР. Ищу эксцентричного негодяя. Ну что ж, посмотрим, что у нас сегодня в меню на десерт. Привет, девчонки. Меня зовут Илья. Мне 26 лет. Занимаюсь хип-хопом. Довольно-таки профессионально. Получаю высшее образование. Люблю путешествовать. Люблю красивых дам. В принципе, в этом, не знаю как, все красивые, все обаятельные. Симпатичные. Ну, какие вопросы? Скажи, а можешь что-нибудь нафристайлить? Нафристайлить не могу. На что-то из своих треков могу зачитать. Битбокс. Нет, битбокс нет. Битбокс не наш профиль. Мы делаем, можно сказать, лирику коммерческую. Могу прям буквально 8 строчек зачитать. Мы заплачем? Нет. Могу почитать. Будете слушать? Да. Конечно, с удовольствием. Ай-яй-яй. Все, что было дорого, ушло другой дорогой. И изменился мир, поменялся краски. В порыве гнева, часто разрывая связки. Скажи, зачем мы одевали фальшемаски? Я старался верить, что все это во сне. Просто сон дурной так долго снился мне. Я просто ждал и верил, рисуя на стекле. Все будет лучше, когда растает снег. Но таял снег, и стало только хуже. Ведь для твоих подруг я стал мужем. Ну, посмотри ты на него, кому он нужен? Еще немного, и мир его разрушен. Ну, вот, что-то как-то так. Ты для девушки сочинял песню? Да, я писал песню. Был трек разбитый, прошлой любви, довольно-таки старый. Ты мне очень понравился. Я бы с удовольствием с тобой сходила на свидание. Если в дальнейшем тебе нужна будет подпевка, я смогу это организовать. Ты тоже мне очень понравился. Я просто, как филолог, очень питаю небольшую слабость к текстам рэперов. Я думаю, что научу тебя писать тексты без использования матерной лексики. Ну, Илюха, классный парень. Классно зачитал, глаза горят, молодец. Я тебе тоже говорю, да. Девчонки, вы в траве красивые, не могу определиться с выбором. Хотела бы посмотреть на ваши фигуры. Могли бы вы встать и продемонстрировать для меня. Я сделал свой выбор. Я думаю, он будет правильным. Это будет и она. Девчонки, я нашла своего принца. А вы тут тухните дальше. Я считаю, что он выбрал Лену, потому что он яркая личность. А Лена была не особо разговорчивая, не особо эмоциональная, не особо яркая по сравнению с ним. А людям, которые яркие, им нужна противоположность. Только тогда гармоничные получают свидания или в будущем возможные отношения. На самом деле, просто ее штаны очень хорошо обтянули ее упругую задницу. Вот он и повелся. На самом деле, я очень расстроена. Парень действительно очень клевый. Мне кажется, он выбрал Лену, потому что он подумал, что в тихомом эти черти водятся. И она продемонстрировала. Первый раз видит парня, и так его засосало. Ему понравилась я. Потому что он контактировал со мной глазами, улыбался мне. Но, видимо, ему нравятся больше брюнетки. Обидно. Потому что конкуренция никакая была. Евгения, 22 года. Модель, любит машины. Назло родителям выучилась на слесаря-ремонтника. Готов на все. Я жду тебя. Ну что, коровы, закатайте губу. Принц идет сегодня со мной. Привет, девчонки. Меня зовут Паша. На данный момент курирую один из отделов нашего семейного бизнеса. Но со мной никогда не бывает скучно. Я занимаюсь очень каким-то интересным занятием. Называется фистинг. Ой, простите. Твистинг. Я думаю, вы тоже не знаете, что это значит. Это не какие-то там танцы. Это суровое мужское занятие. Прямо для мужика, который там может и гвоздь забить в стенку. Сейчас покажу. Это очень заманчиво. Этим можно заниматься ночью напролет. Или день. Или все выходные на яхте в Калибском море. Не знаю. А, не буду. А, вот ночь была. Шарик. Прикольно. Это такая маленькая радость, чтобы порадовать. О, мои гады. Что, что, ног? Так задумано. Их должно было быть двое. Один не согласился, сбежал, так как, я думаю, сюда выйдет только одна. Поэтому игрушка только одна. Думал, с двумя не справлюсь. Это вкратце обомнил. Скажи, какие у тебя еще помимо фистинга, фистинга интересы? Интересы? Да. Спорт? Что занимаешь? Работа, театр. Какая работа или какой спорт? И работа, спорт? Просто поддерживать себя в форме. Легкая печка. В твоей речи я услышала слово фистинг. Вот. Мне просто интересно, знаешь ли ты, что это такое? Занимался ли ты этим? И не нравится тебе это вообще? Да, да. Я знаю, что такое юмор, знаю, куда и когда вставить шутку. Это было одно из разряда юмора. А по поводу фистинга все-таки? Это было по поводу фистинга. Скажи, тебе нравятся стервы или наоборот милые девушки? Знаешь, я бы сказал так, иногда человека можно поменять. Но все-таки предпочтения. Это зависит от того, как я хочу с человеком провести время. Стервы, а что я про не поведу? Почему мужчины врут? А почему все врут? Мужчины врут чаще, чем женщины. Откуда у тебя такие выводы? Ученые говорят. Ученые? Так сможет только сказать человеку, у которого ученая жизнь. Полагаться на книжки в этом вопрос не стоит. В общем, ты не врешь. Я вру. Все врут. У тебя атлетическое телосложение. Ты спортом занимался или занимаешься? Занимался и занимаюсь. Каким? Занимался раньше боевыми искусствами. Потом сходил в армию. Сейчас просто поддержу себя в форме, так как на какие-то больше занятий не хватает времени и заработаю. А ты сентиментальный? Ты когда фильм «Титаник» смотрел, ты плакал? Нет. Я его смотрел давно, мне было лет 10, и тогда я мог быть, наверное, плакать, но я в то время играл в «Войнушку». Я не смотрел «Титаник». Я прямо на тебя смотрела, ты мне очень сильно понравился. У меня даже какие-то там чувства, эмоции уже появились. Я действительно, правда. Но когда ты сказал, что ты хочешь вот это изменить, я просто подумала, мы сейчас с тобой куда-то пойдем, все будет клево, мы согласимся вдвоем, да, что-то сделать, все, я начну тебя разводить или ты меня, и ты скажешь, блин, я так не хочу, давай вот, я вот решил тебя поменять, давай вот ты на первом свидании все-таки так не сделаешь, а сделаешь на втором. Меня, человека, доминировать – это разные вещи. Так что я передумала, ты свободен. Паша, ты мне очень понравился, я тебя внимательно слушала, у тебя очень необычное увлечение, и твоя обоятельная улыбка, она очень притягивает. Я бы была не проще сходить с тобой на свидание. Паша, у тебя армейский ремень, мне бы хотелось разглядеть его поближе. Паша, мне понравился с первой секунды, я очень хочу с тобой встретиться, я думаю, он будет чем заняться нам сегодня вечером. Мне пришлось принять действительно тяжелое решение. Это было нелегко, но тем не менее я сделал выбор. Это будет Настя. Мальчик хороший, ну, какой-то он немножечко глуповат все-таки. Несерьезный совсем. Я только что впервые услышала от тебя слово. Ну, видимо, это очень давно было у отоларинголога, если ты первый раз услышала слово, блин, внимательно надо быть. И к мужчинам, и к окружающим людям. Я не выбрала этого молодого человека, потому что его характер настолько нести... Он незажигательный, он инфузория туфелька, ну, в моем понимании. Наше свидание получилось бы нуднейшим и тяжким, и для него, и для меня, потому что я бы его слишком обожгла бы. Я яркая, веселая, интересная. На самом деле я с тобой не согласна, не знаю, кого ты ищешь яркого, потому что он вышел сразу зажег, у меня глаза загорелись, сразу потянулась рука за кнопкой. Когда мы задавали ему вопросы, он действительно внятно, трезво, здорово на них отвечал. И на самом деле, вот, я не согласна. Не знаю, какого же ты принца себе хочешь найти. Я вот действительно расстроена, что такой парень мне не достался. На вопросы он не отвечал. Он на задаваемые именами вопросы, он отвечал тоже вопросом. Поэтому на многие из них я не услышала ответа. Ну, я очень расстроена. Парень действительно бояшка, сразу привлек в себе внимание. Я так начинаю задумываться, что блогинки действительно правят миром. Наверное, стоит подумать над сменой цвета волос. Хочешь стать героем программы и найти себе пару? Или оказаться в кресле героини и пойти на самое яркое свидание в жизни? Звони, пиши, приходи на кастинг. Звони, пиши, приходи на кастинг.